Восьмое марта утро. Встаю, иду в ванную. Тут крик мужа из кухни. А ну, блин, легла обратно в кровать. Я сейчас кофе принесу. Ходят легенды, что после работы есть время на личную жизнь. Ну, не знаю. Вот я пришел с работы, моргнул и бац, снова на работу. На работу утром хожу очень быстро, чтобы не передумать. Ты чего с женой развелся? Да она сильно порядок любит. И что такого? Да ночью встанешь воды попить, вернешься, а кровать заправлена. Основная роль мизинца на ноге – убедиться, что вся бебель в доме на месте. Пошел в бесплатную поликлинику. Не понравился прием. Пошел в платную клинику. Захожу, а там тот же врач. Ой, а у нас тут такое было. Мужика притащили хоронить на кладбище. А он раз – садится в гробу. Дескать, опа, а я живой. Что тут началось? Все радуются, смеются, хлопушки взрывают. Кто-то шарики веселые притащил. Жена от радости плачет. В общем, еле закопали. Муж и жена ссорятся. Она в ярости. Да пошел ты на тридцать шесть букв. Он остолбенел. На тридцать шесть букв? Это куда, интересно? На те же три буквы, только двенадцать раз. Официант, у меня в борще муха плавает. Это ноу-хау от ресторана. Она вам сметану размешивает. Официант. Муж уехал. Теперь вся мужская работа на мне. Лежу на диване, пью пиво, смотрю телевизор. Тяжело, не спорю. Но надо, надо. Милый, какие у меня глаза? Синие. Как море? Как я в эту пятницу. Продолжение следует... Продолжение следует...